Совсем недавно стало известно, что в городской клинической больнице номер 11 лежат дети, заболевшие менингитом во время летнего отдыха в одном из местных пионерлагерей. По словам родителей, такой диагноз выявлен у нескольких десятков подростков. Это лагерь озерный, спортивный, оздоровительный лагерь, который находится в Пасском районе. Первую смену, вернее, она вторая шла по очередности. Ребенок отбыл нормально, все, доволен. Приехал, через два дня мы его отдаем на третью. Проходив чуть больше недели, позвонил ребенок и говорит, мама, а у нас тут случаем не будет. Мы, конечно же, приехали за детьми. Там некоторые товарищи пытались нам говорить, ничего страшного, все в порядке, это то ли подтверждено, то ли не подтверждено. Но, как любая мать, с нашего отряда забрали детей все. Оказалось, что первый случай в этом лагере был в конце второй смены. Родители мальчика этого первого нам сказали, что как только они попали в больницу, тут же позвонили тренеру и директору этого лагеря, Славьевой. Она смолчала, ничего не сказала, тренер категорически запретил распространять эту информацию. Чем она руководствовала, честно сказать, я вообще не понимаю. Может быть, она боялась, что третий смен сорвет, что придется возвращать деньги за путевку. И как мать заболевшего ребенка, мне бы, например, хотелось бы, чтобы она ответила на вопрос, почему она так поступила, и как она теперь собирается оправдываться и дальше жить. Родители заболевших детей не намерены оставлять ситуацию без должного внимания. Сегодня в связи с инфекцией в детском лагере они написали заявление в областную прокуратуру. Вот вопрос у нас такой. Вы, как родители ребенка, какие действия сегодня предприняли в связи с этой ситуацией? Сегодня было направлено заявление в прокуратуру Рязанской области, также в Спасскую межрайонную прокуратуру. Копия данного заявления была направлена Генеральному прокурору России и Уполномоченному правам ребенка в Российской Федерации.